Протеерей Иоанн Домовский, отошедший ко Господу в 1930 году, еще не прославлен в Лике Святых. Однако многие приходят к нему со своими просьбами, так как чувствуют, что и после смерти он молится о нас Богу. В день кончины ростовского подвижника у его могилы собралось немало горожан. За упокойное богослужение возглавил митрополит ростовский Новочеркасский Меркурий. Протеерей Иоанн Домовский. Его почитают, идут на могилку, как при жизни за советом. Служат панихиды. В день кончины батюшки на месте погребения донского подвижника благочестия собрались клирики и миряне, чтобы соборной молитвой почтить память праведника. Тяжелый ли крест священнического служения? Один Господь знает путь к нему каждого. Но есть люди, становящиеся для многих особыми, согревающими теплом молитвы и словно доказывающими. Смерти нет. У Бога все живы. Мы так часто ищем какого-то чуда, ждем от ближних понимания, иногда даже требуем, чтобы они были такими или иными, потому что хотим справедливости по отношению к себе. И приходим к святым с тем же. А какими были они? Не справедливости, а милости они желали. И правды Божьи – милости для других, а для себя прощения и спасения. Здоровья всем только благополучия. Но прежде всего здесь укрепляешься сам духовно и сам напитываешься любовью, которая необходима нам каждый день для нашей жизни, для нашего счастья, для нашего здоровья. Поэтому благодаря батюшке мы учимся любить и учимся творить добро. Наверное, и сейчас такое количество людей приходит на могилку не только за помощью и поддержкой, а за самым главным – любовью. Для некоторых сама возможность побывать здесь – подарок. Я слышала от прихожан нашего храма об отце Иоанне. Смотрела также фильм. И вот очень захотелось сегодня посетить могилку, побывать на панихиде, помолиться тоже отцу Иоанну. Наверное, у каждого человека есть свои просьбы к батюшке. И об упокоении нет, нет такого настроения. Вот он как живой, просто прийти к нему и поговорить с ним. Хотелось, конечно, сюда попасть, но всё вот никак не получалось. А сегодня поехали с мужем и с двумя детьми на причастие. И после причастия он говорит, хочешь? Я говорю, а ты останешься с двумя? Он говорит, да. Простота отца Иоанна, его внутренняя цельность, твёрдость и требовательность, и одновременная милость и снисходительность. Тот мир, который ощущался рядом с этим человеком, вот что привлекало и привлекает людей теперь. Потому что это видимый образ Бога в человеке. День кончины преснопамятного отца Протерия Иоанна. Собрались сегодня у его святой могилы, почтить его память, вознести о нём святые молитвы. Потому что, совершая память о нём, мы совершаем память о себе. Мы себя не забываем. Потому что имеем надежду его молитвами обрести милость благого Бога в жизни временной и в жизни вечной. Учиться любви и правде, учиться не бояться жить и как милость принимать самое большое чудо – возможность встречи с Богом уже здесь, встречи с Ним в молитве, в церкви, в таинствах и в своём сердце.